всем привет это канал аградвиж и я от ажанов тимур сегодня у нас 22 октября 2019 года и я записываю видео ответ на тот вопрос который вы мне задаете в данный момент на самой часто а именно все заканчивают второй оборот выращивания и впереди у нас подготовка и при у нас первый оборот выращивания период весна-лето и вопрос один тоже почти у всех привет аградвиж что выращивать будешь на первый оборот именно по томатам какие гибриды у меня есть там как разоплодных такие красноплодных там есть по 3-4 гибрида которыми дал бы предпочтение но это довольно обширный ответ и я для себя выбрал два основные гибрида один красноплодный один разоплодный которые как классика на которые я могу дать бы ответ что этим и гибриды я буду выращивать когда я получаю такие вопросы я вспоминаю себя буквально шесть-семь лет назад когда я начинал заниматься теплицами когда начинал только выращивать в теплицах продукцию я так же самое как и большинство из вас задавал эти опросы тем людям которые меня учили выращивать это фермера с каменки своденного я спрашивал какой гибрид вы выращиваете и мне интересовало почему и сейчас в данном видео сообщение в данном видео ответе я хотел бы ответить вам и самому лично то есть тому агроному который которым я был 6 лет назад неопытным какой бы хотел получить бы ответ если сдам такой ответ то есть давайте представим что я не агроном на типичном комплексе сейчас нахожусь фермер такой же самая кивы и у меня примеру есть 20 суток теплиц и эти 20 суток теплиц я разделил бы на равные площадь я по 10 суток и отвел бы 10 суток под красноплодный томат и 10 суток под разоплодный томат и так какие-то гибриды какие должны быть у них качество если мы говорим про первый оборот выращивания с высадкой рассады гибрида в период конец февраля по конец марта вот этот месяц это означает что мы хотим получить продукцию максимально рано то есть это высадка в этот период означает что мы получим получить продукцию рано и для этого нужны гибриды аране спелые аране спел и сконцентрированная дачи раннего урожая плюс эти гибриды должны быть устойчивы ко всем условиям которые у нас будут встречать и гибриды на пути к созреванию в период март апрель месяц там серые гнили все дают неблагоприятные факторы также самое когда у нас позже появляется плод это у нас в конце апреля начале мая появляются плоды середине мая кто там конце марта высадил чтобы они были устойчивы к растрескиванию это самый главный слой потому что нам нужно максимально качество чтобы было в этот период устойчивы к растрескиванию и к солнечным ожогом там когда у нас будет активное солнце в начале мая в середине мая когда у нас было растение все время в недостатке света у нас активно солнце выходит начинаются появляться солнечные ожоги гибрид должен быть устойчив ко всем этим условиям то есть для себя выбрал два основные гибрида 1 красноплодный 1 разоплодный который пластичен рано можно высадить там начале марта и в конце марта если мы будем говорить про апрель месяц это будет совсем уже другие гибриды мы говорить будем про середину конец апреля тогда уже будут считаю другие гибриды а здесь вот эти что подходит я бы их посадил бы себя и буду садить если честно так красноплодный томат это компакт томат от компании сингента компонент f1 очень хорошо себя показывают у меня компактное растение это полудет формирует 6 7 8 кистей извиняюсь за тот период когда индеты делаю там 67 то есть он на кисть идет минимум впереди по сравнению с индетами рано наступает в отношении то есть ранее спелый и констерлер надоют 1 2 3 кисть плюс плод высокого качества вдруг у нас на рынке будет переизбыток когда предложение будет превышать спрос и цена будет падать эти с этим томата можно в любой момент уйти продавать в сети то есть очень пластично можно высадить в любое время и продавать сети качество плода соответствует так же самое есть небольшой недостаток по цвету добавка этим всем плюсам есть минус цвет не такой насыщенный но работать калийными удобрениями и свет можно улучшить и тем более если мы выходим на рынок рано с ранее спелым томатом то здесь мы можем немножко подиктовать свои условия то есть мы на рынке одни из первых и мы можем продавать томат который не такой насыщенно окрашенный второй томат это развоплодный это томат от компании класс panamera f1 ранее спелый среди всех гибридов которые у меня были этот томат получился самый ранний я в первом вороте томаты не красил посеял 14 января и 25 апреля мне уже был на panamere на капонете сбор но спеть panamera именно в теплице первые плоды загорелись начались она начала сама первая первая загорелась panamera потом капонет но сбор у нас был все эти две беда одинаковые потому что мы подождали когда panamera больше на спелого капонета там какая-то часть была спелая мы делали выборку panamera так же сама как и капонет очень однородный плод плод который может продаваться как на свежий рынок так и на сети вот я бы сделал бы упор бы на этот гибрид они спелы первую вторую кисть констерина дает и очень насыщенный окрасу реально среди всех гибридов которые я испытывал очень насыщенный окрас когда вот выходишь на рынок рано и у тебя такой томат очень такой глубокий малиновый окрас вообще там очень классно получается не редкость на panamera первая кисть там очень большого размера вот это такой у него как плюс минус ну когда большая первая кисть я считаю все-таки плюс она должна быть большая чтобы больше заработать то есть эти два гибрида которые самые ранние и с высоким качеством плода вам нужно помнить что эти гибриды очень генеративные то есть растения готова быстро дать урожай они очень интенсивные и я когда отвечаю вам на ваш на вопрос чтобы буду сеять я вам говорю капонет и panamera но с определенным условием что уже помнить что эти гибриды требуют интенсивного подхода то есть интенсивные гибриды которые нам помогают больше заработать требуют интенсивного подхода то есть и бери гибриды очень генеративные им не бы необходимо помогать необходимо помогать корни стимуляторами внесения корня стимуляторов чтобы россия чувствовала что не запас сил в корнях и точка роста не утончала чтобы мы получили весь объем урожая они позволяют на первых трех кистях заработать очень много больше другие но можно эти гибрида получить еще до большие ур и урожай в конечном счете если правильно работать с корнем и правильно работать с опылением в этом году я применял шмелей классно все завязалось первом обороте то возможно потому что у нас насчет вредители первом обороте не такая проблема как во втором также тут абсолютно белокрылка либо там трипсы что там такое может быть для первом обороте не такие активные они обычно во втором обороте там зверствует то есть применение шмелей применение корни стимулятора вы будете сейчас спрашивать комментариях какой корни стимулятор прям применяю на начальном этапе там когда там вторая третья кисть цветет я бы внес бы райкад стар он делает корень сильный и вверх а когда заканчивается и 4 начинает 5 с вести кисть я бы внес бы ради фарм компании вала о 2 препарата которые точно нужно внести в той дозировке кто рекомендует производитель и на этих гибридах с применением шмелей можно получить но я бы я бы и я буду сети на не позволяют заработать наибольшую сумму денег с метра квадратного именно эти гибриды это видео актуально на сегодняшний день это мое мнение такое на 22 октября 2019 года возможно через два три четыре пять лет я изменю свое мнение мне будут другие там гибриды которые будут более технологичные которые будет более давать больше прибыли с метра квадратного буквально два года за проекте гибриды я не знал но сейчас мы мнение такое что эти гибриды позволяют нам больше заработать в первом обороте через какое-то время время когда мы там у нас будет больше опыта больше знаний появится что-то новое возможно что будет лучше но на данный момент panamera f1 разоплодный и красноплодный капонет f1 close и сингента я считаю это классика для ранней спелой продукции мы можем получить арана продукцию и можем ее продавать в качестве как на сети так и на свежий рынок этом все внизу под видео будет ссылка группу telegram группу вайбер и также сама там кого интересуют вопросы по нами вступайте в группы так что на этом все выбирайте лучший гибрид получать на высшие урожаи всем удачи подписывайтесь на канал